По легенде, фермер замечает пожар, который вот-вот перенесется на населенный пункт. МЧС, Росгвардия, скорая помощь, все немедленно должны прибыть на место событий и помочь пострадавшим. Однако этим не заканчивается. Сепной пожар перекидывается на производственный объект, на котором через несколько секунд случится взрыв. Все спецслужбы в боевой готовности на место выезжают несколько пожарных бригад. С помощью воды начинают локализовывать очаг возгорания, но прежде им необходимо сбить кромку пожара. По действиям сильного и порывистого ветра огонь перекидывается на лесной массив, рядом с которым жилые многоэтажки. В районном центре люди предупреждены, введен желтый режим опасности. Спасатели говорят, действия структур определены заранее. Подобные учения проводятся для того, чтобы снизить количество возгораний. С начала этого года их произошло уже более тысячи. Я считаю, что это большая и серьезная польза, потому что, к сожалению, для народного хозяйства наносится большой ущерб пожарами. Сегодня уже говорили о тех, к сожалению, погибших, травмированных. И для нас это страшно. Особенно сегодня называлась цифра почти 460 гектаров. Это степи сгорело. 67 лесных пожаров. В Оренбурге всего 6% леса. Нас задача беречь. В это же время происходит возгорание дома. Медицинские службы эвакуируют жителей районного центра. Есть пострадавшие. Территорию поселка оцепляют специалисты Росгвардии. Для пресечения фактов мародерства и обеспечения сохранности имущества граждан. Всего же на всех четырех площадках задействовано около 10 спецслужб. Сегодня работало муниципальное звено. Включалось звено региональное. Далее подключали мы федеральную группировку. И вот от уровня этого взаимодействия, конечно, и зависит исход любой чрезвычайной ситуации. Разгерметизация технологического оборудования. Как следствие, взрыв. Специалисты МЧС своими силами пытаются ликвидировать пожар. Однако без поддержки с воздуха потушить не удается. В учениях принимает участие самолет Ил-76. Он вмещает 45 тонн воды. Прошел час. Пожар на всех четырех участках ликвидирован. Угроза населенному пункту, лесному массиву и производственному объекту отсутствует. В МЧС подводят итоги. Благодаря слаженным действиям органов управления и сил всех уровней удалось избежать перехода огня на земли Государственного лесного фонда. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.